Немало одарённых детей обучаются в школах искусств Славянского района. Для них участие в конкурсах очень важно и нужно. Это не только стимулирует конкурсантов хорошей подготовки, но и позволяет увереннее себя чувствовать, выступая перед зрителями. Представители детских школ искусств Славянского и Красноармейского районов приняли участие в зональном этапе краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства. Для талантливых ребят такой конкурс – прекрасная возможность не только показать результаты обучения, но и заявить о себе, а также творчески посоревноваться с другими исполнителями. Наши детки с детской школы искусств имени Григория Фёдоровича Пономаренко города Славянска-на-Кубани принимают активное участие в этом конкурсе. Мы сегодня подготовили восемь номеров детей разного возраста. Детей зачисляем с пяти лет – это на подготовительное отделение и шести лет – в первый класс по хореографии. Родители, если вы хотите, чтобы ваши дети были творчески и физически развиты, уверены в себе, ждем ваших детей. Участию в конкурсе предшествует серьезная подготовка, где трудно переоценить роль преподавателя. Конечно, славянские участники конкурса усердно готовились к нему, чтобы продемонстрировать все, что они освоили за годы обучения. Танец – это вся моя жизнь, и она меня переполняет всякими чувствами. Я хорошо умею теперь танцевать, двигаюсь хорошо, могу участвовать в разных конкурсах. Мы приготовили восемь номеров, получается два дуэта и совместные два танца. Это народные, классические танцы. Юные славянцы выступили достойно. После подведения итогов дипломами первой степени были награждены конкурсанты из Славянской детской школы искусств Владислав Мирошниченко, дуэт Юлия Саусь и Анастасия Шкарупелова, а также хореографический ансамбль «Смайлики» из Анастасиевской ДШИ. Победители зонального этапа продолжат выступление на краевом этапе конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».